Переулок Ореховый Валентина Андреевна, коренная жительница поселка, рассказала нам, что первые звоночки начались еще в 92-м году. С каждым годом становилось все хуже. А последние пять лет жить стало просто невозможно. С дрожью в голосе признается, что по утрам боится выглядывать в окно. В том году вообще ничего не сажали. Яблони уже, у нас сад какой был, все погибло. У соседа он все погибло. Вот пятилетки стоят яблони, они тоже все погибнут. Вот последствия. Мы вообще ничего не сажаем. Они не раз обращались ко всем инстанциям. Звонили, писали письма, пытались попасть на личный прием. Но помощи так и не получили. И каждый год, каждый год. То денег нет, то погоди Пасха, погоди 1 мая, погоди 9 мая. И вот оттягивает, а последнее было. Тут ходили как экскурсии. Кого только? Экологи были, все тут приходили. А муж за май лет какого-то. МЧС. Они говорят, ну что мы сделаем, пока лодки вам выделим. Надеяться не на кого. Только на свои силы. Насос по откачке воды каждый день приходится заправлять бензином. Завозить на участок землю, провозу которой мешают ветхие и ржавые газовые трубы. И все это за свой счет. А представитель администрации комментировать данную ситуацию отказалась. Слов нормальных нет. Я готов матом ругаться. Ну это я правду говорю. Просто нормальным словами уже с администрацией разговариваться не хочется. То есть если администрация сейчас вот не будет, как вам сказать, ну не притринем меры. Мы просто коллективную жалобу в прокуратуру напишем, пускай прокуратура разбирается. В прошлом году жители обратились за помощью к председателю совета ТОС «Мостовая слобода». Владимир Сидоров лично пытался разобраться и найти корень проблемы. Вот эти участки домов оказались в бензине. В воде деваться некуда, у нас затвердники. И фактически идет заполочение этого участка. Ну вот сейчас, насколько я знаю, что в прошлом году мы пытались прокопать это все, что сделалось. Обратились к администрации. Отдали это все в разработку строительных заказчиков. Ну, получилась проблема, что земля у жителей собственности, через которую склеит канал, просто здесь вот отсюда, туда канала. И жители, когда купили участок, они засыпали этот канал, и в воде деваться стало некуда. Дорогу тоже подняли, и никто не может повлиять. На письма и обращения граждан администрация исправно отвечала. Обращение рассмотрено, будет организовано комиссионное обследование и тому подобное. Но факт остается фактом. Люди ежедневно вязнут в болоте, затоплены погреба, жилые дома дают трещины, утопая в воде. И кажется, мало кому до этого есть дело. Кристина Жакот, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.